Ребята, всем привет! Вчера после прямого эфира хотел прям сразу запилить несколько видео, снять. Настолько был в разогнанном состоянии. Сегодня с утра проснулся и понял, что у меня такой отходняк, у меня такой инь включился, что сейчас прям собрался с силами, чтобы записать для вас послесловие после вчерашнего прямого эфира. Кто был на прямом эфире, напишите в комментариях или поставьте большой палец вверх, а можете и то, и другое сделать. На мой взгляд, он был для меня несколько судьбоносным, он мне открыл глаза на ряд вещей. Первое. Мне безумно приятно, что после эфира было ощущение, что та информация, которую я давал людям, она им действительно полезна. Несмотря на то, что суммарно на эфире у меня там присутствовал человек 10, 15, может быть, иногда. То есть это я имею в виду суммарно. Но все равно, исходя из обратной связи и от разных людей, причем абсолютно, я понял, что тема истории, тема санскрита, русского языка, тема славянства и нашего наследия, она актуальна. Более того, я пришел к выводу, что подобные видео на подобные тематики необходимо делать более подготовленно. То есть прямой эфир – это, конечно, хорошо, но необходимо снимать, скорее, видеолекции. То есть видеоряд. Конкретно берешь какую-то главу, статью, надиктовываешь и какой-то видеоряд под это пускаешь. Это будет более эффективно, чем нежели вести прямой эфир. Согласны вы со мной или нет, пишите в комментариях. Может быть, вы имеете другое мнение на этот счет. И еще я понял следующее. То же самое. Вчера к прямому эфиру я подходил в таком состоянии, настолько расслабленном, настолько, ну, знаете, не сконцентрированном, да, а за всю неделю, поскольку вчера было воскресенье, за все там у меня шесть рабочих дней, было такой бешеный темп, что в само воскресенье я был, у меня отходняк начался. Просто я встал, не хотелось не то, чтобы ничего не делать, хотелось лежать, смотреть, там, не знаю, там, ну, просто отходить. Ну, естественно, собрался, подготовился, и начало эфира, первый час, получился, ну, просто общение, нежели чем работа по теме. Не только с часа пятнадцати началась работа по теме. Собственно, я даже обрезал видео, и сейчас на моем канале залит весь прямой эфир, который идет два с половиной часа, и обрезка, который, по-моему, то ли час пятнадцать, то ли час семнадцать. А через некоторое время я удалю тот эфир, который полный, поскольку реально содержательной части в нем было только вторая половина. Именно ее я оставил, я ее уже залил, и если вы откроете сейчас все видео на моем канале, то увидите, что там эфир идет час пятнадцать, сразу после двух тридцати. И именно его смотрите, потому что первую часть я уберу. Ну, и самое главное, самое главное, в той части, где я просто общался по душам, произошло две вещи. Я, наконец-то, решился сыграть свои песни на гитару, и для вас это может прозвучать несколько удивительно, мол, а что тут решаться-то, бери да играй. Ну, вот я для себя открыл такой момент, что там, будучи даже там тренером по ушу, там, выступая по поединкам, там, заряжая людей, то есть занимаясь такой достаточно, ну, не то чтобы брутальной мужской работой, но такой пробивной, да. Что касается личного творчества, достаточно тяжело его выкладывать, да, поскольку есть боязнь встретить некое неодобрение, некое, знаете, там, ну, социальное, ну, какое-то неприятие. Однако, в какой-то момент жизни я пришел к тому, что жизнь одна, ну, по крайней мере, в этом воплощении, да, и надо делать то, что должно, чтобы потом мне было безудержно больно за то, что ты это не делал. И я решил, как вы заметили, и стихи свои выкладывать, я решил песни свои выкладывать. Но вот исполнение своих песен в прямом эфире мне нужно было перешагнуть через это. И вчера, в принципе, я перешагнул, и более того, я получил два доната даже за это. То есть они хоть и маленькие, и незначительные, это 160 рублей, и да, они от моих друзей, но, тем не менее, у них возник посыл, чтобы эти денежки перевести. Да, это можно назвать, да ладно, мы тебе еще кинем, там, смешно, но на другие темы мне не перевели, а на это перевели. А для меня это как сигнал того, что, там, не то, что даже я заработал, а что публика одобряет это, будем так говорить, явление, да, и, в принципе, ей это нравится. И поэтому я решил, что сконцентрируюсь и на выкладывании своего музыкального творчества, и в том числе на прямых эфиров со своими песнями, поскольку я думаю, что найдется та публика и та аудитория, которой это будет интересно, и которой это будет не просто интересно от мозгов, и которой это будет душевно приятно, да, что после времени, которое мы вместе проведем, люди наполнятся, преобразятся, что-то в них поменяется. Тему славянства и народной истории я бросать не буду, потому что в этом я вижу некую свою миссию. Пусть она пока носит маленький характер на маленькое количество людей, но если на то будет угодно, там, не знаю, пространству, высшим силам, вселенной, то я... Ну, и это будет смотреть большее число людей, то, значит, это будет некое мое служение на эту тему. Ну, и то же самое с песнями. То есть все, что я делаю, ребят, все идет у меня через призму не... Вот он я какой, посмотрите. А через призму некого морального служения русскому народу, русской культуре, славянству и всему тому, что нас объединяет, всему этому эгрегору. И в этом я вижу свою высшую миссию. А как я ее буду реализовывать? В принципе, я ее реализую через работу с детьми на уши. Эту миссию я реализую и выкладываю по славянству. Эту миссию я реализую и выкладываю свои песни. Тем самым надеясь, что какие-то мои песни, а также стихи поменяют что-то в людях. А кто-то скажет, а я не русский, а тебя смотрю. Речь идет о всех тех, кто принадлежит к нашему суперэтносу, так называемому. Да, как это называл наш историк. Фамилия вылетела. Как его звать? В начале 20 века жил. Гумилев. Во, Лев Гумилев. Лев Николаевич Гумилев. Он это относил к суперэтносу. Сюда относятся и грузины, и белорусы, украинцы, татары. То есть все, кто здесь. Все, кто в нашем культурном пространстве. Вот я за собой вижу такую миссию по некому духовному пробуждению, по историческому и про эмпатийному, знаете, поднятию людей. Поэтому если я хоть немножко вам в этом помогу, то буду очень рад. Вот такой вот эфир, он меня натолкнул на несколько таких выводов, которые и так уже были в моем ментальном поле, но здесь я утвердился в этой вере. Поэтому пишите свое мнение в комментариях, свои ощущения. Подписывайтесь на канал, большой палец вверх. Большой палец вверх нужно ставить для того, чтобы продвигать это видео, продвигать вообще канал, поэтому это нужно больше не мне лично, сколько всему тому делу, которому я посвящаю свою деятельность, будем так говорить. Все, ребята, на этом пока все. И до скорой связи. Прямой эфир будет каждое воскресенье вечером в районе пяти. Может быть, иногда чуть позже, но не раньше, я думаю. Давайте будем продолжать общаться и двигаться в сторону света, саморазвития и некого культурного пробуждения. Пока-пока.